Всем здрасте! Как вы поняли из названия, сегодня опять тюнинг. Но не оповстылевшаяся моя арка, а православный калаш, как некоторые его называют. Для меня же это кусок железа, но кусок железа, который я хочу сделать удобным, красивым и функциональным. Многие скажут, занимаешься фигнёй, но тем не менее, это лично моё мнение. Я хочу, чтобы у меня оружие было как красивым, так и удобным и приносило удовольствие лично мне. Как вы поняли из названия, тюнинг сегодня от израильской фирмы FAB Defense, предоставлено ружейным магазином Safari из города Днепр. И сегодня я буду ставить некоторые из плюшек, которые они раньше мне прислали. В общем, буду переодевать свой калаш из макпула FAB Defense, ибо более наглядно тюнинг ложится на первоначальный вид автомата Калашникова. Но как из этого сделать нулевой калаш? Очень просто, с помощью волшебства монтажа. Поехали! Опа! Для вас прошла доля секунды, для меня где-то полчаса. Ну, минут 10 у меня ушло на то, чтобы переодеть калаш из всего алюминия, пластика и так далее в дерево, бакелит и другое дерево. Эту красоту, естественно, тоже можно снять. Об этом видео я не делал. И остается у нас вот такой калаш, обычный, практически стандартный, если не считать некоторые элементы тюнинга, которые мне было лень менять. Шомпол тоже где-то валяется, ну и не совсем стандартный ДТК для АК в базе, но тем не менее. Но виновник торжества сегодня от FAB Defense у нас будет заменять стандартное цевьё на АКМ и накладку на газовую трубку. Полимерное цевьё Vanguard от FAB Defense. Подходит на платформу АК, стандарт АК-47, АКМ, АК-74, цвет черный. Давайте предварительно посмотрим на характеристики, которые заявляет производитель. Итак, цевьё под запатентованную систему M-Lock для прямой установки планок Picatinny, которые имеют обратный адаптер под M-Lock. Также простая установка, не требует оружейных мастерских. Система M-Lock на слоты 12,6 позиций для установки на нижнюю часть цевья под установку различных рукояток и также оптики. Боковые слоты под планки на 2, 4, 8 и 10 позиций для установки различных аксессуаров. Также в цевье присутствует специальный тепловой экран, который защищает от перегрева и как следствие защищает руку стрелка от ожога. Также в комплекте находятся 3 планки Picatinny стандарта 19-13 с обратными адаптерами под установку на систему M-Lock. Два интегрированных порта для Quick Detach, то есть быстросъемных антабок. Самой антабки, к сожалению, в комплекте нет. Как заявляет сам производитель, конструкция цевья выполнена из очень высококачественного полимера. Цветовые решения, в которых доступны комплекты цевья в трех вариантах. Черный матовый, O.D. Green, то есть Olive Drab Green, армейский зеленый и Flat Dark Earth, гладкий, темный, земельный. Наконец-то настало время открыть коробку и посмотреть, что у нас внутри. Внутри у нас вот такой комплект цевья. Три планки Picatinny и шестигранный ключ. Сами планки выполнены из того же полимера, что и цевьё. По качеству очень твёрдый полимер, даже не похоже на пластик. Планочки имеют логотипы на своих поверхностях. Как я сказал, три планки в комплекте. Одна длинная, одна короткая для установки на боковую сторону цевья или накладки на газовую трубку. И одна вот такая планка. Она немного сдвинута в сторону, специально для установки под фонарь. И для того, чтобы можно было укладывать сюда палец для удобного хвата. Накладка на газоотводную трубку довольно простая. Ничего сверхъестественного. Внутри нет никаких проставок. Но есть специальные пазы для установки в ответную часть на цевье. Для того, чтобы позиционировать саму накладку и чтобы она не ездила. Само цевьё имеет довольно интересную форму. Внизу оно немного сужается для улучшенного хвата. На бортах есть логотипы производителя. Два интегрированных порта Quick Detach. Название модели и логотип запатентованный системой крепления навесного оборудования. Чем ещё интересно цевьё? Оно внутри имеет порт для того, чтобы можно было восстановить стандартный шомпол. Есть вот такое возвышение. И с обратной стороны тоже есть. Видно, что пройдёт шомпол. Внутри ещё наблюдается вот такое обозначение. AKM SH. Скорее всего, это Health Shields. То есть, тепловой экран. Этот тепловой экран, скорее всего, можно снять. Видно, что это отдельная конструкция. Стоит здесь на мощных защёлках. Но я снимать его не буду, для того, чтобы не поцарапать и не попортить товарный вид. Знаю, что вы уже устали от моей болтовни. Поэтому перейдём непосредственно к установке этого комплекта цевья на AKM. Для этого производим неполную разборку стандартную. Снимаем крышку, прижину, затворную раму. Да, немножко грязненькая. Извините, я стрелял просто другое. Это у меня лежало какое-то время. Газоотводная трубка. Сейчас мы будем снимать с неё накладку. И поворачиваем эксцентрик. Снимаем само цевьё с двигом оковки. Всё, цевьё у нас снято. Для того, чтобы снять накладку с газоотводной трубки, я уже показывал, можно взять или ключик на 19 и проворотом снять. Или можно вставить сюда какой-то элемент, зацепить за затворную раму. Ну, я по старинке быстро вам покажу, чтобы не заниматься этим. Но можно, в принципе, всё без специального инструмента, без ключей и так далее это сделать. Берём нашу газоотводную трубку стандартную и ставим, посмотрим только какой стороной цевьё должно стоять. Вот здесь есть такие наплывы сзади. То есть обратной стороной его, скорее всего, не поставить. Да, не получится поставить её обратной стороной. Как раз вот эти зацепы нижние, которые я сказал, они для того и сделаны, чтобы накладка сильно не ездила. И она центрует в определённом положении эту накладочку. Поэтому берём накладку, внутрь вкладываем трубку. Я надеюсь, что установить её можно таким же образом, как мы и снимали. Накладку так. И здесь она довольно тугалья, если честно. Сейчас, секундочку, подождите. Не всё так просто. Так. Надеваем или одеваем поглубже и ставим ключик. Проворачиваем. Мне это ещё не до конца отдел получается. Нужно глубже надеть. После этого проворотом. Промежуточный результат. Вот так вот до половины на четверть провернулось. Очень туго идёт. Скорее всего, нужно подпиливать вот здесь немного само цевьё. Скорее всего, это будет за кадром. Мач, мач лейтер. Ну и, конечно же, как всегда, всё самое интересное происходит за кадром. Как только закончилась память на камере, у меня накладка в газовой трубке, в принципе, провернулась нормально. С небольшим усилием, естественно, но можно было провернуть. А сейчас перестало крутиться. Ну, это номер какой-то. Ну, ты посмотри, что ж такое. О, всё крутится, в общем. Докручиваем до нужного нам места. Центрируем. Да, сделано с запасом. Очень туго идёт. Еле зацентровал. В общем, чтобы было удобнее, лучше поставить накладку в цевьё и таким образом попытаться выровнять саму трубку газотводную внутри, чтобы вот эти боковые шлицы были на одинаковом расстоянии от цевья. Очень плотно села трубка в накладку. Это что-то с чем-то, конечно. Можно подпилить, у кого как. Ну, как известно, что калаши делаются с допусками там плюс-минус километров. Поэтому, понятно, у производителя такое стремление сделать всем удобно. Поэтому сделали вот эти выступы чуть больше. То есть, по желанию их можно, конечно, подпилить, подрезать. Можно помучиться, как я, поподгибать некоторые элементы наружу и с помощью гаечного ключа и какой-то матери всё-таки вернуть газотводную трубку в эту накладку. Ну, в принципе, всё становится нормально и красиво выглядит. Вроде как даже защёлкивается. О, оно ещё и держится само. Вот это номер. Ну, всё-таки, наверное, израилетяне за столько лет, после того, как создали свой галиль, научились делать нормальные вещи. Всё-таки пробуем теперь ставить цевьё. Здесь довольно интересно оно получается. Я сразу даже этого не заметил, что оно имеет такие выступы, как бы наплывы, и надевается немного на... или одевается на ствольную коробку. Таким вот образом. Теперь загоняем сюда ковку. Вот, скорее всего, с оковкой сейчас ещё будут танцы с бубнами. Так, позиционируем, где она должна быть и пытаемся её поставить на место. Я, наверное, немного погорячился, что не взял некоторых инструментов, типа молотка. Но, тем не менее. Вот так немножко можно постучать. И, в принципе, всё село на своё место. Закрываем эксцентрик на оковке, и цевьё стоит на своём месте. Стоит, скажу я вам, очень так бодренько. Ничего с ним не происходит. И теперь ставим трубку нашу газоотводную и пытаемся её защёлкнуть в нижние пазы цевья. Так, что здесь не пустая откуда? Вот, нужно прижать чуть-чуть сбоку. С какого боку? У каждого будет по-разному, скорее всего. Ага, там защёлкнул, а здесь оно выскочило. Нужно теперь его с этой стороны защёлкнуть. Так, всё-таки ещё не полностью село. Я этими вашими, вашим оружием себе, ну, правда, это не мой ствол, но, тем более, убью ствол. То есть, вполне может быть вероятность, что придётся немножко поджать здесь, приподнимает всё-таки накладка немного трубку и мешает провернуться эксцентрику газоотводной трубки. Но зато теперь всё очень плотно сидит, никуда не шевелится, никаких люфтов. Ну, то есть, не для калаша сделано. Собираем калаш обратно. Трубка стоит родная, калашовская. С моего калаша. В смысле, всё на одном номере. Крышка тоже моя. И вот такое у нас получилось цельё. В принципе, на этом можно было бы и остановиться, но мы так не сделаем. Почему? Правильно, потому что нужно поставить планочки. Я, в принципе, покажу, наверное, сейчас на одной из планок. Например, на нижней. Берём планочку. Какой нам удобно стороной ставим ближе к ствольной коробке или к дульному срезу. В зависимости от того, что мы будем использовать. Позиционируем здесь гайки внутри. Как видно, здесь слоты даже пронумерованы и какие-то буквенные обозначения есть. Здесь вот сзади, если посмотреть, специальные зацепы, которые встают вместе с гайкой в определённые пазы для того, чтобы не двигалась потом сама планка. Поэтому мы позиционируем, как нам удобно. Вот, например, сюда я решил в переднюю часть поставить. Берём ключик, прокручиваем. И система M-Lock имеет такую функцию, что у неё вот эти прямоугольные гайки, они самопозиционируются перпендикулярно отверстию, куда мы его поставили. И после этого закручивается только сам болт. Уже гайка стоит на месте и препятствует, собственно, раскручиванию. Зажимаем, естественно, с таким усилием, чтобы ничего не попортить, потому что всё возможно. Также вариант попробую поставить боковые. Здесь, как мы видим, на самом цевье есть три планки и на накладке две. То есть можно и внизу ставить, и вверху, сколько угодно. То есть вот в таком варианте, например. Вот. И, например, планка, вот эта мне удобно под палец. Как я говорил, её поставить, например, вот так. Это к тому, что можно их поставить вот здесь рядом. Вот так две. Также вариант, можно я для разнообразия сделаю сверху. Поставлю эту планочку. Вот мы ставим сюда. То есть кому удобно коллиматор сверху, может её поставить здесь. Я почему не люблю коллиматор над газоотводной трубкой? Во-первых, это вы когда снимаете, то вы, ну, частично, естественно. Если всё подогнано нормально, то оно встанет на своё место. Там, может, пару выстрелов вам надо будет для перепристрелки. Ну, а с таким вот усилием, если его ставить, то вполне может всё сдвинуться. Опять же, оно завязано всё на газоотводную трубку, а трубка пляшет при стрельбе. Тоже нормально. Я не уверен, хотя монолит получается, но, тем не менее, лучше, конечно, перестраховаться. Поэтому у меня всё равно стоит вот крон, например. Или будет крышечка специальная. Но об этом позже. И, к сожалению, для вас, скорее всего, в следующих видео. Позиционируем гайки, как нам удобно. И ставим... Кстати, есть обозначение этой планки, если кому интересно. MA1 Fab Defense. И, собственно, позиционируем его. Ставим верхнюю часть накладки газоотводной трубки. И зажимаем. Идёт с усилием, но когда вы чувствуете, что уже как бы уперлась в некую полку, лучше перестать затягивать. Оно, в принципе, всё уже держится. Вот так вот получается. Всё прекрасно. Можно вот так пальцем держать. Вот сюда. Это я, кстати, правильно ещё поставил. Можно сюда палец укладывать. И он работает как хенд-стоппер, но в данном случае для пальца. Но, напомню, Fab Defense выпускает специальные хенд-стопперы для пальца. Но, к сожалению, они идут только под планочку Пикатини. Если бы под Эмлок они их переделали, вообще была бы красота, потому что планка, естественно, повышает высоту. И становится примерно это дело всё вот так. Ну вот, пожалуй, на этом и всё. Цевьё установлено. Очень неплохо выглядит. На ощупь очень интересная такая фактура. Пластик, он чем-то напоминает, больше всё-таки к алюминию подходит матовому, чем-то обработанным, таком как бы пескоструй вроде сделан по металлу. И сделаны специальные вот вставочки для того, чтобы пальцами более удобно можно было хватать, держать вот здесь. То есть есть вот в проставочке для того, чтобы руки не скользили. На этом всё, как всегда. Ну, вы знаете, что делать. Внизу под видео комментарии тоже пишите. Ссылки на всю продукцию Fab Defense в магазине Safari город Днепр будут внизу под видео в описании. Ну и не забывайте подписываться, делиться ссылками на видео, ссылками на канал. Всё, ребята, спасибо, всем удачи, пока и до новых встреч. Счастливо!